Работники Качканарской скорой помощи негодуют из-за новой реформы здравоохранения. По новым трудовым договорам, которые они не хотели подписывать, медиков лишили надбавок и доплат за ночные сверхурочные смены. Старожилы службы вспоминают, что давно таких потрясений не переживали. Подобных ситуаций не было. Ну, то есть, как сказать, были, не были. То, что мы отказываемся подписывать договора, такого не было. Потому что все на это шли, все подписывали. Но снижения зарплаты у нас раньше не было. То есть, снижение зарплаты, это пошло вот в течение полутора лет. Началось с отмены санитарских. И потом новые договора, новая система оплаты труда. Еще в начале октября фельдшерам показали новый трудовой договор, согласно которому зарплата должна уменьшиться примерно на 5-6 тысяч рублей. Медработники поставили условия либо прежние зарплаты, либо общее увольнение. Хотя сами уверяют, критической ситуации можно было избежать. Руководство больницы непонятно по каким причинам не хочет идти нам навстречу. Не хочет с нами договариваться. То есть, можно было это в принципе все договориться, не доводить до такой критической точки. Между тем, решение было найдено, уверяют в местном управлении здравоохранения. По словам главврача Качканарской больницы, провели собрание и в присутствии городских властей разработали механизм. Согласно ему, зарплаты медиков, с учетом дополнительных выплат от горздрава, останется на прежнем уровне. Так все подписали. Сами все прибежали. Никто никого не давил. Как говорят, пишут там. И все же точка в этой истории еще не поставлена. Завтра в Качканаре пройдет митинг в поддержку медиков. Правда, главврач Центральной городской больницы видит в этом хорошо спланированную пиар-акцию. Как бы то ни было, до начисления первой зарплаты ясности в том, уменьшится ли доход медиков, не будет. Александр Перминов, Дмитрий Травкин, Интера ТВ